Раз в год студенты Красноярского художественного института берут лопаты и кирки и едут в село Сухобузенское, чтобы на практике отточить свое мастерство по предмету скульптура. Они строят снежный городок для масленичных гуляний на родине выдающегося мастера исторической живописи второй половины 19 века русского художника Василия Сурикова. А не жалко, что все это для того, чтобы разрушить строите? Нет, не жалко. Мне кажется, здесь уже народ ждет, когда начнется все. Думаю, это же хорошо. Пускай рушат. Тоже поучаствовали бы. Просто если приятно все сделано, почему бы не разрушить? И скажу вам откровенно, может кто-то и не знал, что художник всем известный в селе нашем проживал. Вася Суриков ребенком Сухобузема попал красотой нашей природы, любовался и играл. 80-летняя участница народного коллектива Сухобуземского дома культуры «Сельские напевы» Нина Андреевна Семашкина цитирует стихи своей подруги Антонины Федоровны Секацкой про Василия Сурикова. Потом казачки распеваются. Готовятся к празднику, главным событием которого станет старинная забава русских казаков, когда-то запечатленная художником. До начала Масленичного воскресенья, на которое назначено главное действие – бой казаков с защитниками Снежной крепости – еще неделя, а народ уже в ожидании. Прилегающим к районному центру Кекури местный коневод Юрий Алексеевич Половков с внуком Алешей проверяет готовность своих рысаков. Чистит их так, чтобы бокалы снились. Калька! Калька! В воскресенье у деда и внука ответственная работа. Старые натройки, малые накашовки будут катать всех желающих по льду Сухого Бузима, аккурат за снежной ледяной крепостью. На каком ты ездишь обычно? На запрете. На запрете? Он самый смирный? Да. Ну вот конь запряжен, и дед с внуком едут по деревне. Кекуру 200 лет, но сохранилось только два старинных здания. Бывшая усадьба купца Матонина, в которой сейчас детский сад. Кстати, когда Суриковы перебрались из Красноярска в Сухой Бузим, именно купец Матонин предоставил им свой дом. А на окраине Кекура так называемая Мангазея, двухэтажный бревенчатый амбар. Два века назад в нем хранили зерно, позже содержали совхозных лошадей. Теперь здание пустует, а возле него пасутся кони частников. Остались они только у таких страстных любителей русских рысаков до полутяжек, как Юрий Половков. У него их 20. Бравада гнедой масти, спокойная серуха, молоденький запрет, задорный пегаш, карка, прелесть. Ждут масленичных гуляний и сухобузимские фермеры. На ярмарку в районный центр покупатели съедутся со всего уезда. Александр Кочнев из села Шестаково уже 25 лет как фермер. Пришел в команду сельских предпринимателей из главных инженеров Первомайского совхоза еще в 90-м году прошлого века. Сейчас выращивают свиней и коров. А чтобы их накормить, сеют пшеницу, овес, ячмень. За высокий урожай бьется на старенькой технике. Вся техника уже по годам, они уже подходят ко мне. Вот газики с 90-х годов, этот тоже около 90 лет, комбайн там 20. Вот единственное, новый КАМАЗ приобрели. Перерабатывают продукцию в специальной пристройке. Там сепараторы отделяют сливки от молока. Получается обрат. Из него сквашивается творог. У Александра Ваврентьевича свой рецепт молочных вкусностей и мяса. Он не кормит своих свиней и коров биодобавками. И корма у него не сбалансированы. Куда всяких витаминов и элементов химическим путем добавлено. Наша продукция, которая вот на, как я говорил уже, по дедовскому методу, на грубых кормах, концентратах, солью в воде. Коровы-фермеры не застаиваются в помещении. Нагуливают вес и аппетит на свежем воздухе. Зимы в последнее время в Сибири мягкие. Морозов раз-два и обчелся. Охраняют коровок в лесу Найда, Жулька и Байкал. А в теплых стайках гордость фермера. Весловухи матки породы ландрас выкармливают свое хрюкающее потомство. Александр Кочнев уже несколько лет выращивает эту породу. Мясо у них постное, почти нет сала. За свинарником тоже на свежем воздухе в загончике. Главный местный бык-производитель. Александру Лаврентьевичу очень нравится имя, которое ему придумал местный скотник. Зовут Эдик. Хороший бычок. Вот нам всем понравилось. Имя такое современное. Тем временем в Сухобузимской школе искусств дети получили задание нарисовать эскизы к взятию снежного городка. Ребята рассматривают репродукцию. Суриков писал картину, вернувшись в Красноярск из Москвы после смерти жены. Ему нужно было отвлечься от тяжелых мыслей. И брат Александр предложил ему тему – нарисовать старинную казацкую забаву. Кстати, Александра художник изобразил на этом полотне, сидящем в санях, покрытых богатым узорчатым тюменским ковром. У Ксюши и Ромы на рисунках сразу появляются лошади и казаки. А Аня рисует горящие на костре чучело-масленицы. Работают над своими шедеврами ребята несколько дней. Дорисовывают их уже в местном Сухобуземском музее в Суриковском зале. Здесь мольберт знаменитого художника, а на столике – кисти и краски. Рома ждет не дождется, когда уже начнется праздник. Ведь мальчишки из его класса, казачата, будут соревноваться с ровесниками, приехавшими из других районов края, участвовать в боях подушками с валенками, петь казачьи песни. Мы казачата, цветы России, нас воспитала с тобой Сибирь. Мы казачата, хлопцы, девчата, земля родная, моя Сибирь. В воскресенье солнечно и морозно, с утра все минус 30. Фермер Кочнев установил торговую палатку. На одном столике молоко, творог, сливки, на другом – мясо. Мороз не пугает вас? Нет. Это наша температура рабочая. А к тройке и кашевке коневодов деда и внука Половковых – очередь. Всем хочется прокатиться с ветерком. На реке Сухой Бузим, где высвечен солнцем снежный город, народу все больше и больше. Вот желающий увидеть окрестности, поднимается в небо на воздушном шаре. Вот масленичный столб с призами. Ребят, ну остался последний приз. Давайте-ка поддержим Саньку. Аккуратненько развязывает. Смотрите, никуда не торопится. Молодец! Красавец! А вот и Ромкины друзья – казачата. Валенком отбиваются от нападающих. Эта игра точно не для девчонок. Может так пролететь, что не обрадуешься. Суть борьбы в том, что пока один казачок отбивается валенком на длинной веревке, другие должны сорвать с него шапку. Берут казачата и свой снежный городок. Поехали! Давай, давай, Ромка! Побеждает команда Енисейского района. Наш девиз не унывает. Все пройти и все узнать. Ура! Село Сухобузинское создавалось казаками. Директор Сухобузинского музея Ольга Николаевна Некрасова при параде. Одета по-военному. Ведь она не только краевед, а еще и таман казачьего войска станицы Суриковская. Рассказывает приехавшему по случаю праздника всего губернатору Красноярского края и его супруги про Василия Ивановича. Того самого, кто сделал знаменитым ее родное сибирское село. Когда он рисовал картину «Переход Суворова через Альпы», он сам прошел этим путем. Он сам вот с этих курсов спускался, съезжал. И только после этого он и нарисовал. Гостям музея Ольга Николаевна рассказывает о детстве художника. Василий прожил в Сухом Бузиме пять лет, а после уехал учиться в Красноярск, в художественную школу. Рисовать он начал рано. И за некоторые рисунки юному живописцу даже приходилось стоять в углу. Ему очень часто попадало то, что он рисовал. Вот он маму печку подбелит, он раз углем что-то нарисовал. Ах, в угол поставили. Поддали ему. У них были сафьяновые стулья. Начинает гвоздем что-то там на них выцарапывать. Все, опять попало. Краевед и атаман в одном лице рассказывают, что мест, связанных с жизнью Суриковых, в Сухобузимском, осталось не так много. Не сохранился дом, есть лишь макет в музее. А это Сухобузимская церковь. Она стоит на берегу. Правда, эпоху советской власти, как и почти все культовые сооружения в городах и селах России, пережила с трудом. Именно сюда, на утреннюю и вечернюю службу, приходили Суриковы. Отсюда также открывается вид на старую дорогу, по которой когда-то семья будущего художника приехала в Сухобузима. Суриков любил вспоминать, что вот отец их когда встречал, отец вот выходил на эту горку, смотрел вдаль и видел, кто там едет. И вот когда он увидел, что они подъезжают, он далеко вышел за Паскотину их встречать. И вот они приехали, что он вообще-то не хотел семью сюда перевозить. Он, когда здесь обосновался, написал Проскове Федоровне письмо, что вы оставайтесь в Красноярске, вы уж там живите, а я вот буду здесь. На что Проскове Федоровне ему ответило, ну уж нет, семья должна жить вместе. В Сухобузимском есть улица Сурикова. Она небольшая, извилистая, и название свое, говорят, получила еще до революции. Кстати, именно предки художников в 16 веке в составе казачьего войска Ермака осваивали Сибирь. По традиции в казачьем войске были только мужчины, поэтому должность Ольги Анатольевны уникальная, ведь в России больше нет женщин казачьих атаманов, а поэтому есть некоторые проблемы. То есть у мужчин-то форма определена, а вот у женщин, ну нет женщин, поэтому для меня специально шила форму от Ильи. Они взяли образец мужской, значит, вот обязательно вот эта оторочка должна быть, ну а остальные уже вот под меня сшили. Ногайку мне подарил атаман Платов, который в то время был атаманом Енисейского войскового казачьего общества. Вот приняли, а совсем недавно, значит, меня избрали атаманом, вот этой нагайки меня хорошо высекли, положено нагайкой три раза, трижды ударить, чтобы знал и помнил, что он должен делать и не нарушал традиции. БОЮ КАЗАКИ! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Аккуратнее, аккуратнее. Три раза штурмуют казаки крепость. На третий раз защитники сдаются. И вот казаки победно размахивают флагом. Поздравляем казачье войско! Бросаются защитники и казаки! Кубанку кто вы выронил? Войдут! А ну-ка, все дружно! Гори, гори ясно, чтобы не погасло! Гори, гори ясно, чтобы не погасло! У древних славян сжигание чучела зимы, взятие снежного городка и кулачные бои были полны сакрального смысла. Пепел чучела развеивался по полю, освещая землю. Пролитая во время кулачных боев кровь, воспринималась как жертва духом умерших и самим богам. Современные казаки, приехавшие в станицу знаменитого русского художника, казака Василия Сурикова со всех окрестных сел и городов, скоро разъедутся по домам. Но через год снова встретятся здесь. И на горе стоял казак, он Богу молился, за свободу, за народ, низко поклонился. Боишься ты, боишься, ты меня не боишься, я тебя не трону, ты не беспокойся. Позоры полетон, ей Чеченей намного, расходим, как хорошо на выступе дорога. Боишься ты, боишься, ты меня не боишься, я тебя не трону, ты не беспокойся. Боишься ты, боишься, ты меня не боишься, я тебя не трону, ты не беспокойся. Боишься ты, боишься, ты меня не боишься, я тебя не трону, ты не беспокойся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова